И добро пожаловать в игру Left to Survive, оставленную выживать. Разработчики на самом деле всех обманули и выложили код утром, ну точнее днём, можно сказать, в полдень. Обычно они выкидывали вечером, а сейчас взяли и выкинули днём. Никто не ожидал, но все уже его использовали. Если вдруг вы его до сих пор не использовали, то держите. Код у нас SA67ND94. Игральная кость, 10 золота, аптечки с гранатами. Всё отлично, халявы никакой нету, есть предложение престижный набор какой-то купить и так далее и тому подобное, но больше халявы никакой нету. К сожалению, в магазине нам предлагают ключ. Это хорошо. Мне кажется, я уже его покупал сегодня, но... То ли магазин, я так удачно зашёл, что он обновился. Мне 25 золота там дали. То ли... не знаю. То ли он просто быстро обновился. Хотя странно, он там 24 часа вроде обновляется. Видимо, я просто удачно зашёл устроить бойню зомби. Так, сезон 27. У меня уровень 31 только на самом деле. Я, правда, ещё ящики не открыл. Здесь у нас еженедельные задания. 6 ящиков надо открыть. Честно сказать, пока вот не успеваю. То есть, я могу, в принципе, наверное... Я открываю по 5 ящиков в день. Я не знаю, когда неделя заканчивается. Воскресенье или когда. Сегодня у нас пятница. Суббота, воскресенье. Но по идее, в принципе, да, успеваем. Так, устроить бойню зомби. Применить способность героя в PvP. Применить способность героя – это самое лёгкое, что можно вообще сделать. Поэтому мы применим способность. А у нас... нам нужен герой другой. У которого есть способность. А, у этого есть способность. Да, замедление, пожалуйста. Всё. Пошли. Замедлить врагов. Применять способность. Получать награду. Давай, давай, давай. Подгружайся. Кот, кстати, будет действовать до... Сейчас скажу. До 17 апреля. Так что успеть... Ага, замедлили врага. То есть я отлично, как обычно, заспаунился. Мне нравится этот спаун. Не туда. Ладно. Способность я применил, по крайней мере. Всё. Здесь... Кстати, СССР... СССР... Оружие. Оружие-то вообще неплохое у противника. Оружие-то у противника вообще на самом деле очень не слабое. П-10-12 спецоружие из этого ивента, по-моему. И 44-44-44. Это, я так полагаю, что и база примерно где-то 40-го уровня. Плюс-минус. Маэстро. Ну, чё, молодец. Какая разница. Мне главное, что я задание выполнил. А на этом уровне против... А почему? Применить способность героя. Или она применяется, если она воздействует на героя. Я вроде баночку-то кинул, но её не засчитали. Потратить я её потратил, а засчитать её не засчитали. Ладно. И снова у нас Маэстро. И опять этот уровень. Только я уже с другой стороны заспавнился. А я даже не могу ему нанести урон никакого. Я просто даже урон не могу нанести ему никакого. Ну и всё, давай прятаться так. Я у него выстрелом в голову вообще снимаю. Там буквально, я не знаю, там одну пятую всей линии жизни. А у меня-то герой слабенький. Ну да. Гранаты сразу прям всю жизнь? А это норм вообще? А это норм вообще как-то так? Так, я опять потратил способность и ничего из этого не получил. Кря. Да мне в принципе ничего не светит. Тут вообще что ни делай. Дрожит. А чё она дрожит-то? Она же вроде выиграла, а чё дрожит? Против такого противника ничего. Кстати, на самом деле... О, способность хотя бы засчитали, что хорошо. Потому что, в общем-то, это и требовалось сделать, выполнить. Не доказать, а выполнить. А тут, кстати, в ПВП у меня сейчас уровень 3131. Мне на самом деле противники очень серьёзные попадаются. Против которых я вообще ничего не могу поставить. Даже когда попадаются боты. Боты попадаются очень серьёзные. Ну, то есть, есть боты, которые прям реально могут вынести. Ну, вот это вот меня напрягает. То, что он начинает бежать куда-то вперёд. Ну, этот противник вообще не какой-то. Это как я, когда я вот нарвался на предыдущего противника, оппонента, соперника, как угодно. Вот этот вот примерно точно так же нарвался на меня. Чисто случайно. Я ещё попасть не могу. У него, кстати, дробовик хороший. А что у него за дробовик такой? А что у него за дробовик такой? Это, ну, я думаю, что нам его покажут. Если он там мощный или не мощный, нам его всё равно покажут. А я не попадаю, да, так? Странно, ну ладно. Как-то, как-то я очень странно двигался, ну да ладно. Хорошо, по крайней мере. Задеваем. Пока он там прячется, мы его задеваем. У него там супер вообще аптека такая, да? Странно, один раз задел, второй раз не задел. Ещё раз аптека. А почему не задевает? Почему не задевает? Задел. Ладно. Но он слабенький. Он действительно слабенький. То есть это не предыдущий противник. У предыдущего всё хорошо. Устроить бойню для зомби. А устроить бойню для зомби это самый, скажем так, лёгкий вариант. Пойти вот сюда вот и устроить бойню для зомби. Во-первых, надо закрыть все. Мне кажется, нужно закрывать. Я могу ошибаться, но мне кажется, нужно закрывать все уровни зомби. Которые вообще были. Для того, чтобы, ну, оружие выпадало нормально из ящиков. То есть, грубо говоря, нужно пройти все уровни с оружием. И тогда как-то, наверное, будет половчей всё вываливаться из ящиков, из сундуков. А мне зомби бойню засчитают или нет? Бойню. Отлично. Бойня случилась. Из двух зомбиков. Соответственно, по идее, награду мне должны засчитать. Квест завершён. Награду засчитали. А, ещё четыре ящика? Так нечестно. Точнее, четыре задания каких-нибудь. Ключей никаких нету. За что-нибудь ключик бы дали. Было бы здорово. А, ну ключик, кстати, могут здесь, наверное, дать, да? Игральная доска. Да нет, а ключиков как-то далеко. Ну, заберём то, что даёт. Да, ключиков здесь не активно. Вон там есть ключик, но до него прям чересчур далеко. И вон там тоже ключики есть. Но туда тоже надо так хорошо прогуляться. Какое-то оружие проапгрейдил. Надо сейчас на самом деле ГЦ апгрейдить. Потому что только ГЦ стопорит апгрейд оружие. То есть, грубо говоря, нужно апгрейдить уровень ГЦ для того, чтобы дали возможность проапгрейдить оружие. Ну, в данном случае пулемёт, конечно, более интересен, нежели дробовик с пятью зарядами против огромного количества тараканов и пауков. А вот пулемёт, у которого там огромное количество патронов, он, конечно, своё дело делает. То есть, его хватает на такое количество пауков, что можно не переживать, что патроны закончатся. И зомбик до нас не дойдёт. Ну и этого не подпустим. То есть, пулемёт пока вроде мне пулемёта хватает на лёгкий уровень. Здесь прям очень близко они как-то подлетают. Чересчур близко все зомбики и все вот эти вот летающие объекты. Как-то прям на сложном уровне, я боюсь, точнее, не на сложном, но есть прогулка, и что там ещё у нас на следующем уровне, я просто не потяну. Потому что их слишком много, и они близко очень находятся. Я там, к сожалению, точно не потяну. Хорошо, опять золото. Чё, ключик дали, да? Ключик. Ключик это хорошо. Нам как раз вот ключиков-то и не хватает на самом деле. Прям очень сильно не хватает ключиков, чтобы выполнить недельное задание. На мобильной версии это там всё просто. Там сундуки пооткрывал, там эти то есть, грубо говоря, там рекламу посмотрел, сундуки пооткрывал, их все позащитывали и всё. А здесь такого, к сожалению, у меня нету. Я так полагаю, что у кого-то тоже реклама пропала. Так что не только у меня. Пойдём прогуляемся. Вдруг ещё до ключика доберёмся. Так, а это у нас... Не, это другой. Не тот же самый. Здесь у нас плюющиеся зомби пошли. Давайте-ка с ними по-быстрому разберёмся. Пучки. А ещё и скорпиончики. много вас. Ну да, вот на... на втором уровне сложности я прям вот автоматически заваливаюсь без вариантов. То есть вариантов пройти нету. на лёгком уровне норм. Не то, чтобы тяну, а совершенно спокойно прохожу. на следующем уровне кстати обоймы пулемёта не хватает, чтобы разнести... чтобы подрывняка разнести обоймы пулемёта не хватает. Здесь хватает даже одной третьей наверное, да? Или одной четвёртой обоймы, чтобы разнести подрывняка. А на уровне посложнее там даже целой обоймы не хватает. Мне по крайней мере. не знаю почему, но вот сложность уровней как-то она непропорциональна. Ну и как кто-то писал в комментарии, что в принципе только дольше на прогулке идёшь, но в принципе никакой разницы, что на сложном уровне, что на лёгком нету, только может быть чуть дольше набираешь очки. и ключик кстати, да? Хорошо. Мне в принципе не важно, что там за этот ключик выпадает в ящики. Мне главное, чтобы ящики открыть. Вот четыре ящика ещё осталось. В принципе, грубо говоря, завтра они откроются. Но вот эта награда еженедельная выполняется действительно практически неделю. то есть если другие награды можно забрать, ну можно конечно на самом деле быстро выполнить, можно просто использовать золото и открыть например десяток ящиков каких-нибудь там, да? Вон. Открыть десять ящиков и всё. Кстати, получить сразу там снайперку какую-нибудь. Наверняка её дают и кстати инженеры может быть дадут. может быть золото инженер в принципе барахло всякое разное но снайперка а у меня сколько её пятнадцать всего навсего то есть не сильно поможет здесь пять ещё пять то есть грубо говоря в принципе не сильно поможет только за открытие ящиков по десять ящиков открывать в принципе как вариант выпадет так хорошо вертолётная площадка тридцать два городской центр тридцать четыре и к сожалению пока нету нефти и даже не то чтобы её нету а её не хватит триста тридцать восемь надо и это хорошо когда день труда идёт турнир тогда всё подешевле и кстати ещё барышня вот эта которая даёт уменьшает время строительства она не даёт скидку она только время строительства уменьшает хорошо ладно скидку не даёт ой ну да а жаль мне сейчас конечно не хватает энергии а я не могу наверное проапгрейдить у меня там апгрейд идёт фермы так что на танкер то нужно а на танкер как раз мне хватает надо значит апгрейдить танкер плюс десяточка 10к что в принципе не очень много я так полагаю только на один уровень апгрейда ГЦ хватит магазин магазин а что у нас здесь а у нас там таланты у какого-то героя у какого-то да героя таланты поэтому мигает восклицательный знак всё время меня сбивает с толку возьмём да возьмём пригодится оружие никакое улучшить нельзя я даже эволюцию сделал для того чтобы заходить в турниры у меня в принципе это оружие будет до 37 уровня то есть грубо говоря пока я буду апгрейдить ГЦ у меня будет появляться с каждым уровнем возможность апгрейда оружия и в принципе до 37 еще 3 уровня получается у меня будет то же самое оружие которое у меня сейчас есть но может быть вот здесь если что-нибудь выпадет по какой-нибудь я не знаю что-нибудь такое произойдет какое-нибудь невероятное событие если мне дадут оружие то будет здорово здесь тоже ничего улучшить нельзя можно эволюцию делать но к сожалению пока не хватает для эволюции тут я не хочу валиционировать винтовку можно это сделать но здесь просто сейчас запчасти на эту винтовку падают практически все время когда ящики открываю ну из каждого второго ящика примерно вываливается вот это вот запчасти мне кажется это просто игра дает ну эту винтовку потому что уровень уже подходит соответственно игра просто выкидывает эти пазлики поэтому надо собрать эту винтовку и как минимум апгрейдить уже ее а не вот это вот то что у меня есть поэтому на эволюцию ну детали я не хочу тратить вертолет тоже улучшить по-моему а можно улучшить да я пропустил этот момент а если мы улучшим то по идее тогда и базы будут получше попадаться но имеется ввиду что почаще будет автопрохождение авторейд автозавершение рейда и возможно и возможно будут поинтереснее ресурсы у противников потому что в настоящий момент ресурсы прям печальники такие выше 10-15 прям очень редко попадается в основном они все вот в районе десяточки плюс-минус но прям редко попадается что-нибудь такое там 17-18 это прям очень-очень редко и приходится очень много рейдов совершать для того чтобы набрать вот такое вот количество нефти если вдруг мне проапгрейдить что-то нужно что конечно немножечко утомляет слишком много ресурсов тратится слишком много топлива тратится на рейды и собственно слишком долго нужно делать все эти рейды то есть вот сколько я обновил противников ничего хорошего не выпадает прям либо совсем край там по тысяче или там по нулям либо в районе десяти там трех пяти десяти тысяч что конечно же прям печальненько печальненько кстати сегодня играл на одну базу нарвался она чуть послабее чем моя была но там пушки по моему очень серьезные стояли кстати вот здесь что у нас за пушки пулемет ракет ракетница это это не интересно я думаю что эту базу ну как бы с легкостью разнесу а там там были зенитки прям сразу на первой платформе было ну это вообще элементарная база просто на всякий случай потому что топливо есть надо хоть забрать какую-то энергию точнее какие-то ресурсы потратят топливо все равно оно обновится но да эта база прям ни о чем там там прям на первом на первой земле были зенитки и одна эмивышка и четыре зенитки они у меня сняли прям сразу соточку энергии пока я с ними разбирался потому что они были все там какого-то очень приличного уровня то ли тридцатого то ли какого-то ну хорошего уровня такого высокого вот и они сняли у меня прям соточку где-то энергии когда я долетел до второй до второго участка там тоже какие-то ракетницы стояли и мивышка еще что-то то есть у меня просто не было возможности с предыдущей с предыдущего участка разносить следующий участок и когда я к нему подлетал я в принципе столкнулся с новой проблемой там с кучей ракетниц и так далее в результате я второй участок земли по-моему не прошел я на нем изогнулся то есть вот как вариант неплохо на самом деле очень серьезные зенитки прям сразу на первом участке с эми вышкой если вы не отвлекаетесь с нами вышку то она начинает восстанавливать зенитки потому что когда они высокого уровня вы не можете их разнести очень быстро такой вот как сказать не лайфхак а совет 4 зенитки на первую землю и одну эми вышку причем все должны быть прокачаны очень хорошо на максимально возможный уровень вашей базы желательно тогда это будет приносить пользу я к сожалению не записывал чтобы показать ту базу просто было бы на самом деле полезно посмотреть как расставлены башни ну что ж тут на самом деле делать то нечего я потому что уже сюда заходил сегодня соответственно никаких заданий пока нету все выполнено на текущий момент что-то наверное проапгрейдиться точнее обновиться 5 часов 5 часов то есть в принципе обновиться не скоро но практически все задания обновятся да то есть запустить игру открыть ящик ух это надо прям таймер ставить будильник я не знаю и когда происходит обновление сразу заходить как минимум минимальные всякие задания выполнять если нету времени иначе я возможно действительно не успею закрыть все 50 уровней и получить награду уже 17 дней осталось ну чуть меньше чуть больше чем 17 дней чуть меньше чем 18 и у меня всего-навсего 31 уровень ну да будет наверное завтра может быть 33 да если вы говорите что там 250 закрывают один уровень да сколько на самом деле сколько крышечек то есть нужно чтобы закрыть один уровень да вроде как-то близко подкрадываюсь но не настолько близко чтобы прям быть уверенным что все получится к сожалению ну и ладно не пойду прогуливаться я пойду прогуливаться уже вне видео потому что зачем на видео с кодом писать чего-то много вот в общем в таком состоянии у меня сейчас база находится я в принципе хочу проапгрейдить до 37 уровня и даже на 37 и выше то есть я хочу грубо говоря проапгрейдить городской центр чтобы у меня начинало выпадать уже более-менее интересное оружие которое можно апгрейдить и уже сидеть скажем так какое-то более длительное время проходя экспедиции и так далее потому что чем выше уровень базы чем выше мощность вашего оружия тем проще проходить экспедиции то есть когда например я буду на 36 уровне городского центра и проапгрыжу все оружие мне экспедиции будут намного легче даваться чем это идет например хотя там тоже все очень как-то на самом деле не всегда стабильно иногда бывает что заходишь и на легкой экспедиции у тебя там сразу пол жизни снимают простые вояки то есть как-то бывают иногда такие моменты что игра себя ведет не очень адекватно ну не знаю восклицательные знаки мне всегда напрягают ну да там у нас обновление игрока и в клан надо на мобильной версии я жду когда легкие уровни люди пройдут здесь кстати легкие уровни они прошли и теперь у нас ага здесь я уже ничего ничего не сделаю да они же мощные все отковать команду они же там все мощные а не мы вместо этого возьмем вот этого у него есть у него есть бутылочка с зажигательной смесью и кто знает а вдруг а вдруг ничего а мы два на два играем он типа как бот у меня так осталось то совсем немножко первый раз победил команду вообще на карте в битве кланов первый раз принес очки своему клану я молодец вообще прям действительно первый раз на самом деле выиграл атаковать но там уже посерьезнее противник тут уже посерьезнее там было 1400 плюс как бы у них увеличение энергии а здесь на самом убегай убегай вот 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 так вот то есть два раза он бежал просто вперед а у меня спешла к сожалению нету к сожалению спешла нету но зато она крякнула так и я чуть не крякнул хорошо все до свидания тут уже никуда ему не деться я прям молодец я две две битвы выиграл какой я молодец сегодня домик в лесу защитил хорошо полезно вообще пользу клана принес заработаю наверное хотя бы 500 или 600 может быть 1000 монет даже неожиданно неожиданно ну там просто слабые противники были прям я рад я первый раз первый раз в клановой битве выиграл битву против другого противника но на этом пожалуй все успейте воспользоваться кодом до 17 апреля он будет действовать и всем спасибо за просмотр до следующих видео всем пока до сих пор до сих пор Продолжение следует...